Добродел и социальные сети, сообщения и комментарии от жителей округа позволяют Одинцовской власти быть чуткой и быстро реагировать на любые проблемы. От ямы во дворе до строительства платного путепровода. Диалог с жителями – это главный принцип работы команды губернатора Подмосковья и главы округа Андрея Иванова. В начале этой недели губернатор своим поручением отозвал разрешение на строительство платной эстакады в деревне Савинская Слобода. Приостановил строительство, потому что жители Ершовского поселения, деревни Колюбякино, Каринское, Савинской Слободы не поддержали это решение. В первую очередь о проблемах и только потом о достижениях. В ближайшее время предстоит сделать немало – построить водозаборный узел номер один, а также разгрузить социальные объекты, детские сады, школы, поликлиники. В планах на ближайшие годы строительство новых образовательных учреждений. Так, в 2022 году должен появиться детский сад в Кубинке на 330 мест, детский сад в Ново-Ивановском на 300 мест, а также пристройка к школе в Ново-Ивановском на 950 мест и пристройка к нашей 14-й гимназии в Одинцово на 550 мест. Пожалуй, одно из главных событий в системе здравоохранения округа в 2019 году – объединение медицинских учреждений в Одинцовскую областную больницу. Начатая реформа позволит создать в муниципалитете многопрофильный центр. Скоро завершится реконструкция первой поликлиники и строительство нового корпуса. Заработает региональный сосудистый центр. Не менее важная задача на этот год – открытие отделения детской гематологии. Оно станет первым в Подмосковье со своей технической базой, со своим стационаром для наших маленьких пациентов. Дети, которые страдают анемией, смогут получать полноценное лечение, им будут делать переливание крови. Только в нашем округе таких детишек более 200. Серьезные задачи предстоит решить в сфере ЖКХ и благоустройства. Впрочем, идти к поставленным целям глава Одинцовского округа будет вместе с жителями муниципалитета, следуя главному принципу – слушать и слышать их мнение. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.